Для раздумий перед праздником Министерство образования представило новые критерии для школ, которые будут определять, какое минимальное число учеников допустимо в учебных заведениях. Таким образом, в Министерстве надеются привести в порядок систему школ Латвии. Анастасия Дьяконова следит за этой темой, уже присоединилась ко мне в студии с последними подробностями. Настя, добрый вечер. Какова суть нововведений? Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, телезрители. Новые критерии предусматривают разделение учебных заведений по регионам на четыре блока. И для каждого из блоков будут свои требования по числу учеников, которые школа должна будет выполнить. В первый блок войдут латвийские города, в которых проживает как минимум 50 тысяч человек. Это Рига, Даугопил, Слепая и Елгова. В начальной школе там должно быть как минимум 400 учеников. В основной 450, а в средней школе с 10 по 12 класс 150 учащихся. Это означает, что в каждой возрастной группе в школах четырех крупных городов должно быть как минимум два параллельных класса. Во второй блок входят центры развития административных территорий, которые появятся в рамках региональной реформы. По плану Министерства среды и регионального развития это будут, например, Кулдыга, Айс, Крауклы, Валмира, Прейли и другие города. Здесь в начальной и основной школе должно быть не менее 300 и 360 учеников соответственно. В средней школе должно быть по два параллельных класса, в которых обучается как минимум 20 человек. Далее следуют критерии для тех школ, которые расположены в властях. Начальные классы в общей сложности должны состоять как минимум из 35 учеников. Это в среднем 6 человек в классе. Причем такая властная начальная школа должна быть филиалом другого, более крупного учебного заведения без своей администрации. Далее в старших классах должно быть 80 и 45 учеников соответственно. И последний блок это те школы, которые находятся у границ Европейского Союза или на расстоянии 25 километров от другого учебного заведения. Там в начальных классах может быть и 15 учеников с 5 по 9 класс 70 и не менее 30 учащихся с 10 по 12 класс. Это предложение Министерство образования передаст на рассмотрение самоуправлением. Не исключено, что в этом плане что-то может измениться. Но это мы узнаем уже после праздников. Марина.